вот ты поставишь будильник на 7 утра разбудишь нас привет 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 девчата где мои девчата девочки 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 я вас жду новость новость для вас и еще 38 присоединились до завтра начинается марафон который можно а марафонить вообще не важно ходите вы в зал не ходите за марафон домашний буквально по 25 минут в день на плоский живот завтра начинаем причем это как в старинку включайте телевизор и я буду на экране вместе с вами все выполнять просто честно добросовестно каждый подход каждое повторение я все делаю с вами вот марафон классный я сама офигела когда вообще выполнила весь этот марафон так что все даю по питанию очень много информации гайды по питанию меню будет на каждый день то есть очень много информации запрос на участие ваш да я не могу это добавить никого зайка вот так что завтра уже начинаем поэтому что во сколько но во сколько завтра и все у скоба естественно марафон то это в записи понятно дело поэтому во сколько это не важно главное то что можно включить и я буду на всем протяжении урока вместе с вами все выполнять просто вот включили и со мной выключили вот и все я также все выполняю поэтому я не просто бла-бла-бла-бла-бла я все все делаю там пиво кроссов очень много и девочки 8 процента парней нет у меня между прочим аккаунт состоит из сороковосьми процентов девушек ой мальчиков и 52 процента девочек но мальчики тоже здрасте тоже здрасте и тоже кстати я бы очень хотела чтобы ко мне кто-нибудь из мужчин пришел на марафон никита будет первый в неделю вы тренируете ногу ногу одну но сколько раз в неделю не знаю наверное два или один как быстро худеть а быстро худеть не получится никак не получится это может быть в неделю максимум там 400 граммов веса вашего желательно чтобы это был вес из жира естественно они из мышц чтобы так было нужно правильно пытаться и тренировать один килограмм можно так сбросить из утра до вечера в зале быть не дело не в том что ты будешь в зале на самом деле если не есть тогда да а в зале если ты будешь и будешь есть то ты не похудеешь ну чем-то качать мышцы укреплять мышцы тратить энергию да сынок не лезь когда взрослый разговаривает скажи ему что-нибудь чё это не лезь мой сынок пусть лезет куда хочет у нас бицуха 360 забыла я ничего не было что скажешь по поводу протеинного печенья ничего не скажу абсолютно я 2 лично отлично я носик как рассчитываете бы живу на наборе никак не рассчитываю все индивидуально смотрите на себя в зеркало берете какой-то исходные какие-то данные числа полтора грамма белка один грамм жиров и по углеводам вы уже смотрите 2 грамма углей и дальше берете больше и больше и если не растете берете еще больше и так далее проверяйте каждую неделю например как дела на меня тоже сын никита зовут вот так тезки добыть из спорт life и международным не знаю как вы относите обезжиренному творогу и полезное или сухое молоко обезжиренный творог дерьмо полное а сухое молоко дерьмо полное какое твое отношение как-то так к молочке на наборе нормальная привет привет только молочка тогда должна быть простой молочкой у меня фамилия такая же как у вас или там только это чтобы были не йогурты не кефиры а нормальный творог там 5 9 процентов жирности фамилия классно кузнецов что ли привет что кушаешь чай как живут удалить на марафоне янки смит так что жду завтра начинаем этот марафон можно проходить вместе с марафонами вместе с другими курсами без всяких курсов общем это примерно 20 25 минут в день по 4 упражнения примерно 45 упражнений на пресс и несколько есть упражнений на ягодицы и ноги составе этого марафона хороший сынок конечно how are you baby i'm fine профессор у нас фамилия одинаковая так отлично блин сколько кардио делаешь я сейчас делаю кардио где-то по 20 минут до тренировок это это как бы не кардио а как разогрев перед тренировкой силовой саус-бич майами-юссей кто-нибудь играет в playstation напишите пожалуйста конечно играют в playstation я на как же какая же вы да нет я не красотка у вас есть молодой человек да вон никита молодой человек надо ли девочкам прискачать кто говорит что вы скажете а я считаю надо да говорят что не надо но я считаю что надо все мышцы нужно в теле качать у нас же пресс создан создан природой я считаю нужно качать я обязательно сохраню тебе не пора спать и мне мне тоже уже пора спать я меня завтра подъем в 7 утра у меня завтра будет второе погружение по погружению по дайвингу очень интересно сегодня была теория второй урок такой насыщенный и сессия в сон да и с тэс из майсан хи из тэн ерс олт если я не вижу пресс на сушке мне надо больше качать пресс нет здесь дело в питании скажи чем завтра яйца да я могу завтракать чем угодно а что по уходу за волосами могу есть гречу могу яйца могу все что угодно съесть стейки с говядиной даже могу съесть на завтрак по ходу за волосами ну бальзам и масла и не пересушивать феном никита крутышка привет и на марафона цена марафона она разная на старте самая дешевая если честно я вам сейчас даже не скажу чтобы поподробнее почитать про марафон зайдите в ссылку в шапке профиля моего а чему я не ухожу от ответа от какого ответа люди не понимают что я не могу на 50 вопросов одновременно ответить что можно сказать на гармонию роста без понятия я никогда не принимала николова гармон роста поэтому не могу знать его действия не знаю извините какая твоя любимая песня на поездом как писал я не знаю какая любимая песня меня очень много любимых песен потому что я люблю музыку как купить ваш поезд и зачем мой поезд поезд я машинист мой поезд можно купить на сайте янасмит.ру в разделе аксессуары для фитнеса. А зачем он? Затем, чтобы защитить спинку, чтобы создать повышенное давление, чтобы позвоночник держался. А почему 5% лучше, чем мой процентный творог? Ой, давайте не будем про творог сейчас, ну потому что это уже будет кака какая-то, а смысл тогда в этом твороге, и он будет даже вам больше поднимать. А что сказать? Инсулин, чем вот этот 5% и усваиваться будет хуже. Как бы обезжиренный продукт это уже плохой продукт. Год you got married. Про грим. Скажите, на лицо наносите или только тело? Только тело. Грим наносится вот по линию, где заканчивается наш макияж. Ну вот на линии шеи. А здесь уже это тональные крема, основы. Ваше мнение о многоповторках. Отличное у меня мнение про многоповторки. Я и сама иногда использую многоповторки. А иногда сейчас можно добить упражнения многоповторками. Вот я вчера, например, качала спину. Блин, мне так понравилось, как я спину вчера качала. Просто улет. Я вам, ну, к сожалению, все не получается снимать, но я стараюсь. Но первое предложение... Блядь, ой. Я матом не ругаюсь на самом деле никогда. Короче, ты меня сбил. Мысль потеряла. Блин. Тут матом действительно начнешь говорить. Время ночное. Я думаю, дети не смотрят. Ты же у меня уже взрослый. А тебя когда-нибудь слышали бессонницу? Там, когда я вас просила. Бессонница? Ну, было на самом деле такое бессонница. Были, были. Как лучше сушиться большими весами или маленькими? Сушиться лучше питанием. А все, что касается зала и тренировок, это все вы развиваете свои мышцы или силу, или выносливость. Конечно, вы тратите калории, но сделаете вы там 500 повторений или 10 повторений с большим весом. Особо это не повлияет на сушку. На сушку повлияет только питание. Сокращение количества углеводов. Понятно? Понятно. То есть, если вы хотите худеть и пойдете в зал заниматься, вы не похудеете. Если вы хотите худеть, первое, о чем вы должны подумать, это разобрать свое питание. И все те, кто сейчас пойдут ко мне на марафон, а вы пойдете туда все. Шутка, конечно. А в первую очередь я вам даю очень много информации по питанию. Не изменив питание, никаких кубиков пресса вы не увидите. Но со мной так не пройдет. Потому что я знаю, что вы увидите свои кубики пресса, если захотите. Я вам всю информацию даю и вместе с вами качаюсь. остается только выполнять и все и радоваться. Делать это все с удовольствием. Потому что это круто. Круто, круто заниматься. Круто чувствовать себя здоровым, подвижным. Никита, скажите, какие у мамы часы, которые пульс показывают? Apple Watch. Apple Watch. Это не реклама. Просто вы мальчиков тренируете? Ну, вообще, я не работаю тренером оффлайн. В зале не тренирую. Это только все в школе или индивидуальные программы. Поэтому как-то не приходилось особо. Мышцы у всех одинаковые. Что мальчики, что девочки. Все мы должны подтягиваться, все мы должны тянуть, тягать, жать. Хорошего вечера. Мять и так далее. И кушать правильно. Да, сейчас уже спатеньки ляжем. Что вы пьете там? Чай. 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 What do you do? I'm drinking tea. Without sugar. Without anything. Как часто менять упражнения для лучшего результата? Не обязательно менять упражнения для лучшего результата. если вы новичок как минимум два месяца по одной программе нужно отработать как максимум можно три месяца даже отработать по этой программе а потом уже менять упражнения. Ходите в солярий? не хожу. Не хожу в солярий не хожу в солярий. вообще не хожу. Расскажите про семинар в Питере. Танюшка, привет. Семинара в Питере пока что не будет, но я у вас просто спрашивала, кто пойдет и пойдете ли. То есть, можно его сделать, придумать. из Украины 60 килограммов то для кого-то большие это будет 20 килограмм, а для кого-то большие это будет 120 килограммов. Поэтому просто постепенно увеличивать рабочий вес. А платить тоже есть разные варианты. Можно через Western Union, можно по ссылке там через платформу. то есть, разные варианты есть, так что там можно с менеджерами все поподробнее узнать. Или PayPal. What do you like to play with me? Would you like to play with me? I don't understand what do you mean? Если убрать соль с питания вообще на какой-то период, это хорошо или плохо? Не нужно убирать соль на какой-то период, просто можно ее уменьшить, если вы очень много ее едите. А еще вы должны следить за своим электролитным балансом. То есть, если у вас много натрия в крови, вам калий нужен, магний нужен, чтобы сердце хорошо работало. То есть, это покажут уже анализы. Кстати, скоро придут мои анализы по волосам. Помните, отрезала? Жду, не дождусь результатов. Спасибо, всегда. Много информации важно дайте в прямых эфирах. Спасибо огромное, что что-то слышите, что-то слушаете и спрашиваете. Многие говорят, конечно, что это все чушь, но не люблю таких, кто так говорят. Ваше отношение к домашнему творогу и молоке. Но вот домашнее, кстати, уже намного лучше, естественно. Вы уже знаете, что это молоко из-под коровы или из-под козы, что творог сделан точно из молока, что туда не добавлено ничего, ни жира, ни пальмового масла и так далее, то, конечно же, это лучше. Но если вы хорошо усваиваете лактозу, если у вас все переваривается, нет никаких вздутий, то, пожалуйста, проблем нет. Вообще-то, есть такой анализ на усваиваемость, на непереносимость продуктов. Можно узнать, есть ли на молочные или нет. если нету никаких проблем, тогда можно. Хватит жадное тоже про молочку. Ну, на самом деле, да, про молочку почему-то одни основные вопросы про молочку. А почему? Я знаю, почему, потому что ее все любят. Я тоже люблю молочку, я ее обожаю. Творог обожаю. А я раньше, я помню, сметану просто ложками ела. сейчас нет. Поиграешь, Никита, уже спать надо, какие уже играть? Как в ПМС закрыть рот, начинаются срывы. Не надо рот закрывать, нужно кушать правильные продукты, правильные, но вкусные. Сделай какие-нибудь салатики с креветками, стеки из лосося или рыбу просто нажарь и ешь. Не надо голодать, кушай, только не смотри на сладкое. Если ты, допустим, слабохарактерная, то не покупай ты этих продуктов, чтобы в доме не лежали продукты, те, которые тебе нельзя. Я люблю мясо, я тоже обожаю мясо. А период сушки какой процент жира, белков и углей? На самом деле все индивидуально, нет такого, ну, абсолютно никто не скажет правильную формулу или четко там разграничат. Все люди разные, абсолютно все. Вот у меня папа ест, вообще он одни углеводы ест, он белка практически не ест, совсем чуть-чуть. Любит манную кашу безумно, по утрам ест, и он худой. Он очень худой, он не толстеет, но ест одни сплошные углеводы, которые у него превращаются в сахара, и он не толстеет. Мама у меня совершенно другая, я третья, сестра четвертая, Никита пятая и так далее, все разные, абсолютно. Я пошу как лошадь, я ем немного, у меня дефицит калорий всегда, в принципе, вот, и чтобы мне худеть, то есть я очень много усилий прилагаю. и сейчас даже, может быть, много ем жиров, и я это понимаю, и поэтому у меня похудение еще так долго идет. При похудении нужно отказаться от углей? Нет, не нужно, это как варианты, тут можно варьировать, можно, ну, жиры сильно убирать нельзя, на самом деле, потому что это наши гормоны, наши мозги, в общем, жиры нам обязательно нужны, но жиры какие? Жиры должны быть правильные, да, не просто там жирный Макдональдс есть. Масла растительные, очень вкусно добавлять растительные масла в крупы, например, масло виноградной косточки, оливковое масло, чесночное, там, какое-нибудь масло авокадо, масло трецкого ореха, тыквенное масло очень вкусное, сварили крупу какую-нибудь, да, тот же рис, у меня вот есть рис Яны Смит, туда семечек тыквенных, маслицы, очень вкусно вообще, обалдеть. Кто спортсменов знаете из Харькова? Наверное, так не скажу, дефицит и профицит, что дефицит и профицит, в чем вопрос? What is your son's name? My son's name из Никита Никита, 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 как относишься к low carbs high fat системе питания? Нормально, хорошо отношусь, кому подходит, просто замечательно, отлично. Можно ли каждую тренировку делать с этой на ягодицы? Ну, не вижу смысла просто каждую тренировку так делать. Я считаю, нужно ягодицы загружать прямо мощно за одну тренировку, а потом дать минимум 2-3 дня отдохнуть ягодицами и ничего с ними не делать. Там утром можно сделать какие-нибудь приседания или тяги с резиночкой, так, просто наполнить кровью, немножечко напампить и все, но они должны отдыхать, они должны восстанавливаться. А каждый день фигачить, ну, роста как такового не получится. Они же должны восстановиться у вас. Либо у вас будет неполная нагрузка на ягодицы. Сметану можно есть? Да, конечно, можно, но не нам. Не нам худеющим. Ночные смены два раза в неделю могут препятствовать жиросжиганию? Конечно, могут, естественно. Когда нет сна, вот мы сейчас уже в принципе все должны спать. Сейчас полдвенадцатого. 25% вечера можно? Ну, можно тем, кто на массе, кто нормального телосложения, нежирный. Конечно, можно. Почему нет? Казеин, да, это медленные белки, вот, медленно, постепенно усваиваются, кормить вас, ваш организм. И вам спокойной ночи. Эгодистирол как относитесь? Я даже не знаю, что это такое. Эгодистирол. А вы как относитесь к... И что это такое? Расскажите мне. Да, спать уже. I really like you very much. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you. Сколько раз в неделю питаетесь? Расскажи. Питаетесь? Как это? А, раз в день. Расскажите. Ваш режим питания. Ну, вот сегодня у меня было сколько? Два приема пищи. И вот сейчас вот я думаю, съесть или не съесть рыбку. наверное, не надо уже есть. Но может и залетит. Заплывет ко мне. Кардио. Я делаю не кардио, а разминку 20 минут перед тренировками. Мне очень нравится. Получается, как кардио. Где ваше следующее выступление? Это будет в Норвегии и Швеции в апреле уже. Мне осталось совсем чуть-чуть. Почему дайвинг выбрали? Мне очень нравится. Классно. Новые ощущения просто. И во время обучения ты еще получаешь кайф. Завтра я еду опять погружаться. У меня соревнования послезавтра. Очень волнуюсь. А что за соревнования? Послезавтра? Какое сейчас число у нас? На что, уже начался сезон? Ешь сейчас рыбу среди ночи проснись и сделай кардиок. Гринджей Кардлер. Ну нет. Рыба, она мне в жир не пойдет. Это точно. Принимаю креатин уже как две недели. Чувствую, как работает. работает. Да, на самом деле на меня тоже креатив подействовал. Я его ощутила на себе и мне очень понравилось. На самом деле эта добавка, она очень рабочая. Я принимала по 3,5 грамма каждый день независимо от тренировочного или нетренировочного дня. По тяжелой атлетике. Ах, вот оно что. Я тебе желаю победы, не волноваться, набраться сил, уверенности и просто порвать всех. Три раза попыталась поставить вопрос, но, к сожалению, всегда пропустили. А вот смотри, а сейчас вот прочитала этот твой вопрос, когда ты уже в форме как поддерживаешь ее. Ой, когда вы уже в форме, поддерживать вообще очень легко. Вот серьезно. Просто париться не надо. Ты все, что не ешь, ты все видишь, как это все отражается и держать диету намного легче, когда ты знаешь, что ты красотка в зеркале. Когда ты уже добился того, что надо, то это уже вообще нефиг делать. Неделю ешь то, что нужно, там один день выбираешь себе там что-нибудь можно съесть. Вообще это плохо никуда не пойдет, в жир не пойдет. После силовой вес всегда плюс. Это норм, конечно, норм, потому что ты работаешь, рвешь себе мышцы, грубо говоря, они наполняются, они, может быть, вспухают, напухают, должны восстановиться, набираются жидкости. Это нормально абсолютно. Какие упражнения последствия для проработки низа ягодичных у женщин? Для проработки низа. На самом деле, ну, я бы не стала делить упражнения для ягодиц на, ну, как бы, не делать упражнения наверх, а делать только на низ. Ну, это не совсем правильно. Вот, если ягодицы висят, я бы не стала их сильно растягивать, например, да, не делать растяжки для ягодиц, чтобы они еще больше не висели. а так тяги различные, шаги назад, шаги вперед, выпады в смите, жим платформы на низ ягодиц. С какой вы страны? Я с России. Просто мои пятые соревнования и в сумме надо набрать 90 килограмм. Да это не важно, ты все равно всех порвешь. Вот все. Что бы тебе не надо было делать, ты все равно порвешься. Какие упражнения на ягодице делаешь всегда? Самое интересное и главное. Всегда у меня присутствуют приседания, будь то со свободным весом. Чаще, конечно, я это делаю либо в тренажере ГАК, или в тренажере СМИТа. Мой СМИТа. А почему не со свободным весом? Потому что со свободным весом такой большой вес, я не смогу взять. А в тренажере ГАК, например, я могу взять хороший вес для меня. Хороший, ну, какой, не знаю, 80 килограммов, например. Вот. В тренажере СМИТа я могу повесить там 60 килограммов, а со свободным я так не смогу приседать. Вот. Потом жим платформы обязательно делаю, просто без жима платформы не ухожу. Домой я всегда его делаю. мостик ягодичный не всегда делаю. Потом тягу румынскую там, или чуть на согнутых наверх ягодиц, или на низ ягодиц тоже делаю всегда. Ну, вот это вот основные упражнения, которые я делаю на каждой тренировке ягодиц. Блин, я же с Украины, а фамилия у меня Кузнецов, потому что отец был с России. Ну, так мы же братья все, сестры и братья. Потому что мы все родины. Это у нас политика говняная, сраная, а мы-то все родня друг другу. Так, почему отеки при придерживании правильного питания? Ну, отеки где? В ногах, где? И почему ты думаешь, что правильное питание? Правильное, ну, это же все относительно. Относительно моего организма правильное питание будет одно. Относительно твоего организма правильное питание будет другое. Отеки часто бывают из-за аллергии. То есть организм какой-то продукт, который ты ешь, не переносит, и он уже начинает отекать. Девочка у меня есть знакомая, сейчас она выглядит очень прекрасно, форма лучше, чем у меня, просто конфета. У нее была проблема. отек тоже тела, вообще всего тела, из-за аллергии на куриную грудку. Плохо. И рис, белый рис, красный рис она может есть. Вот она выявила такую аллергию. как вы относитесь, если занимается полностью без мяса? Господи, а как это? Что это? Не понимаю вопрос просто. если мясо не есть, как заниматься? Ну, можно худеть, если только наращивать. Ну, наверное, не знаю. Я мясоед, то есть я люблю мясо, я люблю рыбу, я люблю жрать люблю. А те, кто мясо не ест, ну, горох ешьте. Креатин воду держит, можешь раскачаться за это время, а потом сдуться, но если подкачаться, останется эффект. Ну, на самом деле, что значит сдуться? Сдувается, да, жидкость уходит, но зато, когда есть вот эта жидкость в нас, в суставах, мы берем вес намного больше. Вот у меня лично выросли силовые показатели. Просто, ну, я даже какие-то рекорды свои собственные ставила. Мне это очень понравилось. Причем это произошло вообще вот сегодня выпила, там, не знаю, через неделю я уже там свой рекорд ставлю. Довольно быстро все это работает. Я пила креатин моногидрат. Как есть дикий рис, он не разваривается. Да и так его и есть. А я на самом деле очень люблю, знаете, крупы варить как гарнир. Я никогда не варю каши, там, даже гречку, когда она вот прям жидкая-жидкая. Мне не нравится. Я всегда люблю такое подсушенное, чтобы у меня там внутри жидкость вся набиралась. Это так, на самом деле на загрузке надо варить. Рис там или ну да, чаще всего гриз. Ой, гриз. Гриз. Какой глюкозамин лучше пить фирма? Глюкозамин. На самом деле у Виктори Дистрибьюшн есть очень вкусный для суставов и в принципе рабочий. Катрина, я про тебя говорила сегодня. Препарат, аппарат, препарат для суставов. Вот. Увипилаб хороший тоже МСМ. Ян, доброй ночи. Как вы считаете, кардио нужно делать по 40 минут после тренировки или лучше держать дефицит калорий, чтобы меньше не полить? Слушайте, на самом деле я за то, чтобы делать силовые тренировки мощные, хорошие, которые строят фигуру, которые вылепливают вам фигуру и соблюдать правильное нормальное питание. А кардио это так. В принципе его можно и не делать. Либо делать так чисто для сердца. Мое мнение вот такое. А LPG наоборот убирает воду. Так все-таки пить креатин. LPG он не убирает воду. он помогает так же как и эндосфера кстати циркулировать жидкости по организму. Помогает добраться до каких-то там капилляров, пробить это все, чтобы жидкость нормально циркулировала. Ведь так и должно быть. То есть креатин и LPG они не мешают друг другу. Вы не беспокойтесь. Жидкость в любом случае, обмен жидкости он должен быть в организме. Не должно быть никаких застоев. Да-да, сейчас подготовка, пауэрлифтинг, ну и креатин помогает очень с глютамином быть самым вместе. Вот как. Видите, все подтверждают. Сохранирую эфиром взять не посмотрю. Минута славы. Я говорила, Катя, про твою непереносимость риса и курицы. Уж прости на твоем примере, но я сказала, что ты красотка и выглядишь лучше, чем я. Почему? Ну, потому что это так. В реале накачать ягодицы за полгода при профиците питания и интенсивных тренировках. За полгода? Нет. Нереально. За сколько времени до выхода на сцену вы убираете кардио тренировки ног? Ну, вы мне вопрос такой задали. На самом деле все зависит от места, времени, от полета, от перелета. Много вообще факторов. Я могла делать тренировку и за день до выхода на сцену, могла делать за пять дней до выхода на сцену. То есть смотря какая форма в данный момент сохраню обязательно. Никита! Так, девчата, все на марафон. Завтра начинаю марафон. Много вы от этого не потеряете, а выиграете просто целую кучу море эмоций. Будете вместе со мной у телека или с телефоном 20-25 минут в день. Отдых, конечно же, будет. Заниматься со мной очень много информации дам по питанию. Гайды по питанию, меню на каждый день. Кому лень заморачиваться, что есть, все, пожалуйста, будет дано вам. Ян, привет! Мне кажется, у тебя что-то изменилось во внешности, лицо. А давайте подумаем, что могло измениться, из какого времени. Нет, на самом деле я ничего не делала в последнее время. Делала год назад. Вы делаете 4 тренировки в неделю. Это ноги, спина, руки, дельты, ноги, можно дельты 5, дельты и руки делят тоже на отдельные тренировки. Или лучше делать... Ну вот руки отдельно не нужно. Руки можно к чему-нибудь допрешить. Губы. Губы чуть-чуть доделывала. Не мешает занятиям. Что не мешает занятиям? Фильтры. Фильтры, да. Ну да, ламать, спасибо, очень приятно, но выглядишь лучше от себя, невозможно. Спасибо. Губы, да, губы, господи, немножко, да, было губы, но это не в счет. Брови, брови нет, брови просто так уложены. Хотите, девочки, лайфхак для бровей? Мальчики, извините, если вы будете это все слушать. Как это, как уложить? Тут про спорт, а я тут с бровями. Ну, короче, если надо, я скажу, если нет, не буду. Кофта, кофта старая уже. Сколько раз в день нужно кушать, и во сколько должен быть последний прием пищи? Спасибо. Кушайте столько, сколько, в принципе, нравится. Можно, ну, три раза минимум, я думаю, а как максимум это, наверное, раз шесть. Вот. Как вам удобно? Давай брови. Вы когда-то говорили, что ноги тянете, а ягодицы нет. Почему? Ну, чтобы ягодицы не повисли. У меня и так большие ягодицы, я растить их не хочу. И вот. Поэтому не тяну. Сережки, сережки тоже старые. Короче, брови. Марафон нет. Как-то марафон по питанию. Марафон на плоский животик. Качаем пресс. Несколько тренировок будет на ягодицы. И это марафон для дома. Вот. Короче, брови. Чтобы их уложить, чтобы они прям так поставились как надо, хоть вот так, хоть так, берем эту фигню для укладки бровей. я не знаю, как она, гель для бровей. Наносим. Берем фен и расчесочку для ресниц. И так прочесываем и феном сушим. И они встают просто, они могут вот такой загуб гуленько сделать, как угодно. просто само по себе вот этот вот гель, он не работает. То есть, ты намазал, они как бы как висели вниз, так и висят. А феном очень классно все так задувает и все, рассказала. Больше не буду говорить. Спать. Где импланты ставила? Ну, точно не дома. У хирурга. у Филатова Вадима Викторовича. Яна, объем твоих ягодиц. Вы знаете, я в последнее время не меряю, потому что я жирная, как свинья сейчас. Мне кажется, что, наверное, 92. Линзы цветные используешь? Нет. Класс. По какой формуле нужно считать КБЖУ, чтобы похудеть? Нет такой формулы идеальной. Есть как бы усредненные формулы, но вам нужно подбирать под себя. сфотографировали себя, стали правильно питаться, заниматься. Полтора грамма белка, один грамм жиров, а углеводы вы уже смотрите и регулируете именно за счет углеводов ваше похудение. Если через неделю вы поняли, что вы не похудели ни на грамм, ну, там, через две недели, значит, уменьшаете количество углеводов. Здравствуйте. Как грамм белка и углеводов, миллиграмм передать на подготовке. У меня тоже все по-разному. Ну, вот как я, в принципе, сказала. У меня примерно полтора грамма белка, один грамм жиров, а угли по-разному. Вообще, я люблю чередовать. Какие-то дни без углей, то есть, овощи не считаю, овощи всегда ем, зелень, там, укроп, петрушка, кабачки даже, вот, и какие-то дни я ем углеводы из круп. Привет из Франции. Сохраню. Что-то вы, что-то не знаю, тебе что смотреть. Одна кита играет, а у меня эфир. Почему ты жирная, как так, что-то изменилась питание. Ну, я была на наборе, поэтому, ну, как-то была на наборе, месяцок поела, попила креатинчик, качала ноги. Пару месяцев, да, я как бы так поднабрала, до 55 килограммов была. Сейчас я 54. На килограмм меньше. Но я должна к соревнованиям быть где-то 49 килограммов. То есть, мне еще 5 кило надо убрать. Яна, если на ночь есть обезжиренный творог, обезжиренный творог говно, никогда не ешьте. Ты устала? Да, хочу спать уже. Что за ерунду пишут про свинью? Какой кошмар. Да, я жирная свинья говорю сейчас. Рост какой? 163. Ты красивый не сушь никого. Так. На среднюю тельту до параллели с полом можно чуть выше параллели, да. 163. Да. Сама крашусь. Фирма фирма naked. Почему обезжиренный говно? Почитайте в интернете, пожалуйста. Потому что там уже ничего от него не осталось и от этого творога и от этого. И он будет хуже усваиваться и более того обезжиренные продукты, даже типа кефира, который там 0%, он инсулин поднимает еще выше. 2,2 грамма белка, 1 жиров и 3 углей. Конечно, можно. Можно и больше углей. Все. Пора спать. Ребята, я завтра встаю в 7 утра и еду в бассейн. Буду погружаться. У меня будет продолжение обучения. А вас, девчата, ребята, я вас жду завтра же, причем, на марафоне. Будем делать животик в прессик. Вот пресс сухой, а жопа жирная. Ну, пресс будем качать. Причем, упражнения не очень такие трудные. И, кстати, девчата, у кого диастаз, тогда не приходите ко мне на марафон. Если у вас диастаз прям, да, если вы после родов сразу, лучше не надо. Есть другие курсы, у меня очень хорошие для вас. Вот. То есть, если нет проблем с животом, если можно качать пресс, я вас жду. У вас не будет талия шире. Не беспокойтесь. Я не буду делать, давать вам таких упражнений, которые будут расширять ее. Косые, короче, мы будем очень-очень редко качать. Все. Люблю, целую, обнимаю. До завтречку. Может, что-нибудь покидаю сейчас в историю. А завтра попробую что-нибудь снять в бассейне. Ну все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.